Дорогие друзья, вас сердечно приветствую. Благодарность Господу, что Он дает нам возможность быть вместе сегодня. Благодарность вам, что вы решили развить это общение с нами. Действительно, сегодня тот праздник, Пасхи, когда мы отвечаем воскресение Иисуса Христа. И невольно, когда ты сидишь рядом с детским хором, смотришь на них, на поведение, на участие, вспоминаешь себя. И вспоминаешь служение, тоже когда-то в пять лет служение начиналось с детского хора. И мы тоже пели песню «Чудо из чудес», как и вы. Наверное, поведение все-таки чуть-чуть лучше было. Но время меняется. Вспоминается Пасха, вспоминается торжественное настроение. Желтые веточки мимозы, срезанные веточки вербы. Вспоминается, что люди наводят порядок во дворах, метут грязь, белят деревья. Те, кто постарше, наверное, это помнят. Белят камушки вокруг деревьев. Люди, которые вроде бы и не сильно верующие, поздравляют все друг друга. Христос воскрес и отвечают воистину воскрес. Все стремятся в церковь. Я вспоминаю служение, когда родители будили очень рано утром. И мы шли пешком на собрание. У нас не было машины, надо было ехать на автобусе, но это было очень рано. Еще было темно. И когда мы шли на собрание, то в православной церкви уже били колокола. У них уже шла литургия, они отмечали праздник Пасхи. И люди поздравляли друг друга. И когда служение наше проходило, я вспоминаю пастыря, я не помню его имя, фамилия Манько. Он читал слова, вот, если Христос не воскрес, и хор торжественно пел, да, он воскрес. И опять он что-то читал, и опять они громко пели. Это было рано утром. Было такое торжественное настроение. У всех проходит, служение проходило по-разному. Я не знаю, мы здесь с вами собрались, иммигранты с разных республик. Кто-то с Киргизстана, кто-то с Казахстана, с Украины. По-разному проходило служение, но не меняется цель служения, не меняется смысл. И в этот вечер, дорогие друзья, дети, я хочу вас всех поздравить с этим праздником. Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Почему это важно? Почему нужно знать, что Господь наш живой? Некоторое время тому назад я делился с моей группой, нашей группой воскресной школы. Был случай такой, когда мне пришлось ждать полдня на выгрузке, там где я работаю, и много водителей собралось в одной парковке, было жарко, лето, и кто занимался, что делал. И получилось так, когда прошло это время, и пришло время нам собраться вместе в офисе, то между нами был один мусульманин. У него автомобиль был из Канады, он был настоящий, смотрелся вот в своем халате огромном, в этой шапке. То есть не всегда видишь таких, и он, когда мы собрались вместе, и был какой-то разговор, он почему-то посмотрел на меня, он говорит, ты христианин? Почему? Я не знаю, как он это вычислил, из чего. Я говорю, да, я христианин. Он говорит, тебе еще немножко надо, чтобы попасть в рай. У нас с ним завязался разговор, и он немножко становился на повыше нам тони, уже мы друг другу доказывали. Почему? И когда после минут десять вот этого разговора, он уже говорит, ну почему ты веришь так в Христа? Почему ты веришь в твоего Бога? Почему ты не можешь со мной согласиться? Посторонние другие стояли и смотрели, и им это было интересно уже, потому что хорошо, что у него под халатом ничего не было там. Я уже не знал, что будет. Я ему говорю, потому что мой Господь живой. Второе, потому что Иисус Христос воскрес, первое. Второе, не только потому, что Он живой, но потому, что я иду в рай из-за того, что Иисус Христос сначала умер на Голгофе за мои грехи. Как важно это понимать на праздник Пасхи. И о чем мы сегодня с вами поговорим. Друзья, мы прочитаем несколько мест Священного Писания. Первое место записано в Евангелии от Марка, в 10 главе, с 33 стиха написано, когда Христос уже шел с учениками в Иерусалим. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его насмерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним. Будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Второй стих, место, это Евангелие от Матфея, 27 глава, 31 стих. Написано, и когда надсмеялись над Ним, сняли с Него багреницу и одели его в одежды Его, и повели Его на распятие. И третье место, которое мы сегодня слышали, и мы часто слышим на пасхальные служения Евангелия от Марка, 16 глава. Детки, послушайте, это интересно. Это история про Господа, это в то, что верим мы, родители ваши, мы молимся о вас, и надеемся, что в это когда-то ваше сердечко поверит. Написано, по прошествии субботы Мария, Магдалина, Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, водя во гроб, увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его здесь нет. Вот место, где он был положен, он воскрес, и его здесь нет. Когда готовишься к проповеди, и ты перечитываешь вот последняя неделя жизни Христа, и смотришь в разные Евангелия, и как-то рисуется эта у тебя картина, не можешь не обратить внимания на поведение Господа. Друзья, когда ты знаешь, что тебе осталась одна неделя, когда мы читаем с вами Слово Божие, мы знаем наперед, потому что мы читали его, Христос тоже знал наперед, Он не во времени наш Господь, и Он знал, что остается жизни одна неделя. Что бы делали мы с вами? И что делал Иисус Христос? Насколько прочувствуется любовь между Сыном и Отцом? Какое-то время назад мы собирались с молитвенной группой в Малом Зале, и читали вот именно эту главу, когда Христос в 12 лет потерялся от родителей своих, и Он был в храме. И когда они его долго искали, они пришли и говорят, «Дитя, что ты сделал с нами?» Он говорит, «Разве вы не знали, где я должен был быть?» «Я в доме Отца Моего». С детского возраста просматривается через Священное Писание вот это соединение Отца и Бога. Когда Иисус Христос выходил на служение, и когда было крещение, и когда Иоанн Креститель крестил Его, с Неба был глаз, «Это Сын Мой возлюбленный». Бог-Отец был там. Бог-Отец был рядом. Бог-Отец был рядом на Голгофе. Когда Иисус Христос был на кресте, мы знаем, что Он закричал, «Господи, Господи, для чего Ты оставил меня, когда грехи Ваши и мои легли на нашего Господа». Друзья, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, вот это торжество, вот этот праздник, Он знал, какой смертью Ему надо будет умереть. Он видел восклицающих людей, и Он знал, что пройдет какое-то время, и они Меня оплюют. Они будут надсмехаться надо мной. Ребята над вами смеялись. Вам знаете, когда смеются над вами? Над Христом надсмеялись и оплевали Его. Мы не знаем, один человек, два, десять, двадцать. И они Его бичевали. Они Его били так сильно, что после этого избиения человек уже обычно умирал. Христос это видел наперед. И помимо всего этого, Он находит время в последнюю неделю исцелить слепого Вартемея. Он находит время посетить дом Симона Прокаженного. Он идет в храм, Он вычищает храм, потому что у него ревность была о храме. То, что пророки говорили. Он совершает вечерю со своими учениками. Он учит в храме последняя неделя твоей жизни. Ты знаешь, через что тебе предстоит пройти. Он учит в храме, Он говорит притчи фарисеям, из которых они просто приходили в состоянии негодования. Он о них говорил. Они были злые и искали, когда убить Его. Связавший Его, избитого, которые оттекли раны, кровоточили, они повели на Голгофу. И когда они распяли Иисуса, когда Он был на Голгофе, Он говорит, Отец, ты прости им, потому что они не знают, что делают. помимо всего этого, Он говорит, Иоанн, Иоанн, вот эта мать моя, когда человек на Голгофе умирает в вагонях, Он говорит, она твоей мамой будет, ты позаботишься и о ней. И Христос спустил дух. Он сказал, Отче, в руки Твои дух предаю Твой. Когда умер Иисус Христос, померкло солнце, сделалось великое землетрясение. Написано, что мертвые воскресли некоторые, и много людей уверовали. И некоторые шли потом домой, бья себя в грудь, говорили, это был великий человек, это пророк, кто-то поверил, что это был Мессия. И разошлись ученики. Но мы читаем, что Иосиф Аримофейский и Никодим, они пришли к Пилату и просили, чтобы сняли тело Иисуса с креста. Потому что в субботу нельзя, чтобы оставалось, у них праздник в субботу был. Им надо было это сделать раньше. Друзья, знаете, интересно, Христос говорит ученикам своим, что пойдем в Иерусалим, и меня там будут, плюют, убьют, и в третий день воскресну. И ученики этого не замечают. Они, наверное, в тот момент текст-месседжи отсылали. Прошло мимо. И несколько раз, это не один раз, около пяти-шести раз Христос говорит, меня убьют. И в третий день воскресну. Но хорошо запомнили это книжники и фарисеи. Потому что, когда наступает суббота, написано в 27 главе, они идут к Пилату и говорят, на другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, Господи, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи живых, сказал, после трех дней воскресну. Они хорошо это услышали, они ждали, что он воскреснет, тогда, когда ученики не совсем ждали. Он говорит, итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, не придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли, поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Я думаю, у Пилата сердце тоже трепет был. А почему был? А потому, что у него не было такого решения, когда предавали Иисуса Христа, ему жена говорит, не делай ничего этому человеку, я во сне пострадал за него. Он спрашивает, ты ли царь? Христос говорит, ты, у него какая-то такая и туда, и сюда, он вроде бы и не хочет, чтобы Христа приняли. Но здесь понимает, что Христос умер. И может быть, лучше будет действительно, чтобы закончилось все, поставим солдатов, привалим огромный камень и поставим печать, которая говорила о том, что государство вмешалось. Государство поставило свою руку, никто не трогает. И написано, что в воскресенье очень рано, очень рано, не написано во столько, Христос воскрес. Не государство, ни пилат, ни печать, ни огромный камень. Господь был там. Бог воскресил Сына Свою, показал силу воскресения. Ничего не имеет здесь от такой силы, как наш Господь. Государство может говорить одни вещи, может представлять печати, большие камни, но если Господь сказал, я воскрешу, я воскресну, то так и случилось. Друзья, детки дорогие, я хотел бы вам сказать три причины, чтобы вы запомнили. Вас этому в школе не научат родители. Около 90% профессоров сегодня, они безбожники, много атеистов в колледжах. В наших школах, в университетах тяжело пробиться учителям, которые верующие, которые исповедуют Господа Иисуса Христа. Дети, почему Иисус Христос воскрес? Первое, запомните, потому что гроб остался пуст и не нашли Иисуса. Его не стало, Он воскрес. Люди потом сочиняли, они говорят, знаете, может быть, ночью пришли ученики и украли Его. Может быть, Иосиф Аримафейский потом пришел и подменил, и обманул учеников. Мы научились находить все. Мы нашли пепел Помпеи, который лежит под таким слоем, город, который горел. Мы нашли императоров, которые великие в Китае были, фараоны, вы назовите, они их нашли. Могилы, и лежат все хорошо на месте. Мы Титаник нашли, в Североатлантическом океане, нету проблем, но тело, остатки Иисуса Христа, никто никогда не нашел, Его не стало. Господь воскресил Его. Второй поинт. Свидетельство, кому являлся наш Иисус Христос. Апостол Павел в 15 главе хорошо перечисляет, что Христос, когда воскрес, сперва явился Петру, потом явился 12 ученикам, после того, как Иисус воскрес, Он явился 500 ученикам. 500 total, over 500. И это все свидетели, те, которые были eyewitness, те, которые видели Иисуса в новом теле. Это не была галлюцинация, это не показалось им. Они видели Христа. Интересно, что каждый из учеников Иисуса Христа умерли мученической смертью, кроме Иоанна. Разве пойдет нормальный человек на мученическую смерть за что-то, что было неправда? Каждый из учеников Иисуса Христа умерли мученической смертью. Кому-то голову отрубили, кого-то пробили копьем, распяли, распяли кверх ногами, с кого-то кожу сняли, варили верующих в масле, распинали на кресте. Знаете, если человек, который обвинили в чем-то, и идет investigation, вот процесс, когда они осуждение, и детективы с кем-то сговорят, с этим человеком, с подозреваемым, и когда начинают на человека придавливать, говорят, слушай, вот тебе светит большой срок, есть доказательства, и обычно, когда неправда, она растворяется. Когда есть давление на неправду, и есть что-то за этим, тебе будет вот штраф огромный, давай говори правду. Люди соглашаются, сознаются, все ученики умерли мученической смертью, потому что они видели, что Христос воскрес, мы проповедуем Христа распятого. Павел сам говорит об этом, что потом явился мне, как извергу. Друзья, третий поинт, и родители, это для нас. Третье свидетельство, что Иисус Христос воскрес, это ваша и моя жизнь. Это ваша и моя жизнь. Когда мы слышали сегодня свидетельство, какое проповедь, кто я был, кто я стал, и что Господь для меня сделал. Павел гнал церковь. Павел, he was persecuting, он сажал в тюрьму, они убивали. Он был там, когда Стефана побивали камнями, он стоял рядом с фарисеями, одежду их не держал. Это тот человек, о котором написано, он был еврей от евреев, восьмой день обрезанный, из колена Вениаминова, по учению фарисеи. Он говорит, это я был. Но по дороге в Дамаск его Господь остановил, говорит, Павел, для чего ты гонишь меня? И поменялась его жизнь, она поменялась, он стал другой Павел. Этот Саввул превратился в Павла. Ваше и мое свидетельство сегодня людям, которые не знают Господа, это наша жизнь. Кто я был и что Господь сделал для меня? Это третье. Друзья, дорогие, детки наши, в заключении хотел бы сказать, случай такой был. В 2003 году римское правительство арестовало девушку молодую, ей было 23 года. Ее звали Перпетчуа за то, что она верила в Бога. И они приговорили ее к смертной казни. Знаете почему? Не потому, что она верила в Бога, а потому, что она верила только в Бога Иисуса Христа. В одного. Потому что верили уже кто в что хотел, и можно было верить много богов. Она говорила, нет, Бог один. Вам этого не скажут в колледже. Сейчас более и более развивается такое понятие и учение, что религий много. Бог Он один. И индуисты, и мусульмане, и кришнаиты, и все идут к одному Богу. Но мы знаем из Слова Божия, что это не так. Наш Господь Бог, Он живой. Он умер и воскрес для нашего оправдания. Друзья, это та истина, которую мы должны передать нашим детям. Чтобы они были светом там, где они находились. Буквально две недели тому назад, имея встречу с человеком, опять-таки, мы встретились по совсем другой причине. И этот человек, он просто разговаривал. У него из каждого второго слова было плохое слово. Я уже не мог. Я говорю, почему ты так ругайся сильно? Я ему говорю, ты мусульманин? Потому что я смотрю по его внешности, что он оттуда приехал, из Ближнего Востока. Он говорит, я из Ирака. Я говорю, почему ты так ругайся? И вот та встреча, которая у нас была совсем о другом встрече, она перешла в разговор и свидетельство о Боге. Он говорит, мы все верим одному Богу. Мы все идем, я читаю и Коран, и все, что угодно. Мы все идем на небо, и вы, и мы. Лишь бы ты прожил хорошую жизнь, сделал хорошие дела, и мы будем там. И я ему сказал, это не так. Своими делами мы на небо не попадаем. И сколько, дорогие друзья, мы хороших дел не делали бы на этой земле, если мы не одеваемся в праведность нашего Господа Иисуса Христа, то нам не светит дорога на небо. Потому что только Он на кресте стал нашим посредником. Только после Иисуса Христа, после Его смерти, разорвалась занавесь в храме. И мы имеем подход к Богу, к Отцу, к Святой и Святых. Я ему сказал, нету такой истины. Есть авторитеты, это Слово Божие. Благословит нас Господь. Помните, дорогие друзья, если мы встретились с Господом Иисусом Христом в нашей жизни, это было какое-то время тому назад, 10 лет, 5 лет, год, 20 лет, у нас должны быть в жизни перемены. Бог нас меняет. Около недели до Своей смерти Иисус Христос встречается с молодым юношей, который подходит к Нему. Вы помните эту историю хорошо. Он был богатый. Он говорит, Господи, что мне делать, чтобы наследовать Царство Небесное? Он говорит, делай западе. Он говорит, я это все с юности своей сохранил. Он говорит, продай свое имение, иди за мной. И он отошел, опечалившись, отошел. Но в эту же неделю Иисус Христос встречается с Захеем, который был вот такой маленький, о котором вы поете. Он тоже был богатый человек, он был мытарь. Он очень много людей обманул. Он взял деньги из них, которые не должен был брать. И когда он уверовал в Иисуса Христа, то поменялась его жизнь. И когда Иисус был у него дома, он говорит, Господи, я кого обидел? Кого обманул? Я вчетверо вас дам. Есть разница. Когда мы встречаемся с Богом, должно что-то поменяться в нашей жизни. Дорогие друзья, будем славить нашего Бога. Детки, Иисус Христос воскрес, воистину воскрес. Помолимся, дорогие друзья. Спасибо.